На связи с президентом все федеральные округа России, причем центральные разделили сразу на две площадки, это Москва и Тула. Если в главной столице находятся зарубежные и федеральные СМИ, то вооруженные, региональные, в том числе и наша съемочная группа. Новый формат конференции, а значит и новые правила. Если президент по ту сторону экрана, то ее участники общаются между собой вживую, а значит соблюдение санитарных норм, обязательное правило. Теперь прибывающих журналистов встречают не только организаторы, но и волонтеры. Спрашивают о самочувствии и выдают средства защиты. Здесь мы проверяем температуру на входе, также наши волонтеры будут помогать журналистам с микрофоном непосредственно и помогаем на регистрации участников. Вроде работа мелкая, но в то же время очень ответственная за счет того, что мероприятие довольно-таки масштабное. В этот раз все действительно не так, как было раньше. Наши коллеги из Подмосковья уже успели оценить обстановку и сравнить ее с прошлыми пресс-конференциями. Если честно, мы удивлены отсутствием каких-либо персонажей. Все журналисты очень строгие в каких-то деловых костюмах, они еще даже не достали таблички, никто ничего не показывает. Но нас, если честно, это удивило. Мне есть чем сравнить. Я уже была на пресс-конференции Путина. Мы всегда приезжаем рано. И даже если ты приезжаешь рано, ты входишь в центр международной торговли, и ты как будто на костюмированном шоу. Регионы и правда серьезно настроены. Об этом говорят не только строгие лица и костюмы, но и накопившиеся вопросы. Пандемия повлияла буквально на всех. Тут уж точно было не до шуток. Я просто пришла к выводу, что, наверное, я должна спросить не то, что меня интересует, не то, что моих коллег интересует, а интересует большинство костромичей в нашей области. У нас в Костроме очень много проблем. И пандемия это показала. У нас не хватает медиков катастрофически. Скорая едет по пять часов. В период пандемии многие школьники и студенты были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Хотя, я бы сказала, наверное, псевдообучение, ну, судя по курским вузам, к сожалению, общение между студентами и преподавателями сводится чисто к тому, что это некий файлообмен и переписки в WhatsApp. В связи с этим меня волнует вопрос, действительно ли стоимость обучения соответствует тем знаниям, которые студенты получают в вузах. Похожие вопросы звучали и на пресс-конференции. Тема коронавируса, конечно, в топе. В России уже приступили к вакцинации. Для того, чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующие заводы, предприятия, оборудования. Это будет наращиваться. Это будет наращиваться. Исхожу из того, что все планы в этом смысле будут исполнены. В следующем году мы, уже в начале, у нас уже будут миллионы доз вакцины. Это будет увеличиваться, увеличиваться. Еще одна важная тема – экономика. Уровень безработицы за год вырос более чем на 6%. Поддержка бизнеса направлена как раз на сохранение рабочих мест. Внешний долг России уменьшился, а вот международные резервы подросли. Еще один важный фактор – зависимость от нефти и газа. 70% российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглой. И если кому-то хочется представить нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду. Завершая пресс-конференцию, президент поздравил всех с наступающими праздниками и сделал подарок семьям с детьми. Им выплатят по 5000 рублей. Мария Колосова, Сергей Малеев, События дня.